Так, друзья, день добрый. Как приумножить капитал вдвое? С этим вам поможет платформа Brainbox VC, краудинвестиционная платформа. Надо сказать, что я сам пользователь этой платформы, инвестировал в два проекта, если вы смотрите мои видео, конечно. И она позволяет получать доход выше доходов акций, облигаций, потому что IT-компания – это очень актуальная, горячая фишка. Это предполагаемая капитализация 200% годовых. Кроме того, есть дивиденды. В чем идея? Хочу сказать, в чем идея? Идея в том, что на платформе проверенной IT-компании собирают деньги на развитие. Таким образом смогли привлечь деньги на развитие такие известные компании, как Dodo Pitsing, например, или Avito, или Aviasales. Те, кто инвестировал, например, платформу 100 тысяч рублей в стартап Aviasales, за последние 15 лет могли получить уже 56 миллионов рублей, заработать. Откуда такая большая прибыль? Ну, понимаете, это же IT-сектор. Тут просто бывают чудеса в приятном смысле. То есть вы покупаете акции на раннем этапе, на ранней стадии компании, еще до выхода на биржу, и именно тут можно получить максимальную прибыль. Вы можете продать их сразу после получения прибыли, или дождаться срока такого 5-10 лет. Тогда иксы будут уже, можно 10 иксов дождаться, да? Чем раньше инвестируешь, тем больше предполагаемая доходность. Сейчас на платформе уже 9 тысяч инвесторов. Это очень большое количество. Я смотрю, ну, растет количество инвесторов каждым днем буквально. Вот. Ну, я тоже вот скромный слуга. Сейчас рассматриваю разные варианты. Вот очень интересный вариант для меня. Платформа называется Find the Job. То есть ищу работу. Чем она интересна? Мы уже знаем успех HeadHunter. Вот. Люди, которые вложились на раннем этапе, получили просто иксы. Тут такой же, может быть, успех, а даже круче. Потому что эта платформа помогает людям найти работу, мечты. Снимает рутина с поиска вакансий с помощью искусственного интеллекта. То есть все автоматизировано, включая написание писем, сопроводительных. Алгоритмы повышают эффективность поиска работы, сокращают время получения оффера. Так что смотрим на стартап, пролистываем их сайт. В 2024 году этот стартап стал лучшим IT-стартапом. Стартап Турец Колково. Почему стоит инвестировать? Мне так кажется. Потому что есть понятная проблема. Есть уже история успеха HeadHunter. И эта проблема решает многие. Многие сейчас об этом думают. Как найти работу. Тем более на рабочем рынке сейчас очень горячо. Действительно есть хорошие предложения. Основатели стартапа занимали хорошие позиции. Топовые в Сбербанке, в ВТБ. Вводили на рынок новые продукты. Развивали их до стадии продажи. То есть это успешная команда. Сколько может заработать инвестор? Ожидаемый рост компании в 2026 году 700%. Также компания предлагает 20% дивидендную ставку своим инвесторам. Цифры внушительные. Рынок HR-тех, он такой перспективный. Кстати, HeadHunter не забудьте, выходит на биржу. После приостановки тоже буду участвовать. Все, что связано с этими технологиями, может очень сильно стрельнуться. А в России вот этот рынок HR-тех, он растет в среднем 10% в год за последние 7 лет. И вы можете стать владельцем компании, купив акции всего лишь на 5000 рублей. Надежность платформы Brandbox VC состоит в реестре ЦБ РФ и регулируется деятельность по 259-му федеральному закону. На платформе только российские стартапы. Блокировок можно не бояться. А блокировка это главный сейчас риск. После скоринга, по скорингу публикуется только 2% стартапов. Потому что очень тщательный отбор. И надо сказать, что деньги инвесторов хранятся на специальном счету у банки. И возможно только целевое использование. Как пользоваться? Да очень просто пользоваться, скажу вам, как пользователь. Регистрируйтесь на онлайн на сайте. Изучайте стартап, инвестируйте, сканируйте QR-код. Переходите по ссылке к описанию этому ролику. Артем, день добрый. Привет, Андрей. Три года не виделись. Да, еще три года бы не виделись. Но захотелось подвести итоги после нашего последнего интервью. Что там с предсказанным ростом по индексу РТС, обвалом, флэт на 2 года? Что сбылось, что не сбылось? Да, мы с тобой встречались в 2021 году. Это было прям давно уже очень. Мы тогда обсуждали, какие есть варианты, в принципе, по росту нашего рынка. И тогда одно из предположений было, что наш индекс РТС может вырасти в итоге до 1800, где-то до 1900. И потом мы пойдем камнем вниз, скорее всего, на 2 года ляжем в такой некий флэт 1000-1300. Ну, плюс-минус концептуально, да, там СВО немножко нам помогло. Но концептуально мы сейчас вот 2 года проводим вот в таком вот болоте, ни туда, ни сюда. После СВО чуть-чуть отпрыгнули. Ну, вот так вот там в районе 1100-1200 вот так вот и лежим. Мы ждем, как говорится, когда же будет позитив на рынке. Понятно. А когда он будет и с чем он будет связан? Нефть вырастет до 200, либо СВО кончится. Вот с чем может быть позитив? Откуда ждать позитив? Или что-то... Или просто денег просто все поймут, что ставку стали снижать, и все побегут из депозитов на обратном, на фондовый рынок. Вот откуда ждать? Слушай, ну, этот вопрос просто нужно делить просто по частям и как-то пытаться разобраться. Да, графически, в принципе, нефть может стрельнуть там куда-то опять к хаям и даже на перехай. То есть, ну, это, естественно, может быть только с событиями на Ближнем Востоке. То есть, никаким образом даже, наверное, гиперинфляция какая-нибудь не поможет так загнать цену на нефть. Только конкретные там ракетные удары по нефтедобыче именно в Персидском заливе. Эта опция, она открыта, она доступна. Ну, скорее всего, это где-то 2025-2026 год. Если вот такой риск он и будет, то где-то там. Сейчас у нас по нефти... Давай, наверное, так начнем с нефти. Сейчас у нас по нефти, там, невооруженным взглядом просто виден треугольник. Осталось разобраться в вопросе, он шартовый или лонговый. Потому что, в целом, для лонгового треугольника уже, как бы, все закончилось. И, в целом, ну, как бы, нефть может расти. Причем расти довольно-таки активно. Сейчас вообще, в принципе, уникальная такая ситуация на рынке сейчас образовалась. У нас спекулятивная в сотых позиция. Там на, по сути, рекордных лоях у нас нет-то позиция в деньгах на лоях. И у нас нет-то позиция в запасах на лоях. То есть, ну, как бы, такая... И при этом дилеры уже не имеют опции вообще реагировать. То есть, условно, если сейчас начинается движение в любую из сторон, вообще абсолютно без разницы, там, вот, там, вверх 85 пробивает, допустим, или вниз, там, пробивает 75, то у нас такое свободное падение будет, так, долларов на 15-20. Ну, то есть, вообще без сопротивлений. Поэтому ждем, когда вот этот треугольник в итоге нам сделает подсказку. Мы там в сообществе 75-й и 77-й уровень хорошо откупали. Сейчас вот, ну, в данный момент, вот, то, что я делаю, да, я закрыл сейчас спекулятивную позицию. То есть, немножко там процентов провезли, вот, в лонг. И вот такое немножко замирание происходит. То есть, у нас вроде неплохо было бы порасти, там, вроде, возле Израиля что-то намечается. И, как бы, вроде вот все макроданные тоже говорят, что можно неплохо стрельнуть. Пусть спекулятивно, пусть, как говорится, необоснованно. Ну, так проехаться, там, к сотке неплохо было бы. Вот. Но все равно не хочу ставить на кон, пока не будет вот именно фактического выхода из треугольника, потому что можно ошибиться, и треугольник может быть шартовый. Тут даже есть еще такая, как бы, мысль, как будто мир играет небольшие поддавки именно с Камалой. То есть, в плане того, что, ну, дешевые цены держат на сырье. То есть, у нас, в принципе, вот, когда Байден снялся, почему-то такое резкое давление на нефть прошло. Хотя, вот, я говорю, ни по сотам, ни по макроданам, ну, таких нет. То есть, если бы было бы все плохо, все бы рынки валились американские. А он там чихнул в понедельник один раз, и все. Вот. Поэтому жду. Либо 85 пусть пробивают вверх, либо 75 сливают. Ну, соответственно, там, либо по низам свободное падение до 61, либо там, по верхам, в принципе, сотка. И потом уже будем сидеть, думать, что будет. Из этого диапазона вряд ли мы куда-то сильно там выйдем. Ну, либо вверх, либо вниз. То есть, вот, ну, ограничители все-таки есть. То есть, если не будет ситуации на Ближнем Востоке. Вот, если она будет графически, в целом, ну, график позволяет куда-нибудь там в 100 плюс стрелять. Знаете, как я говорю, чем больше хаоса в мире, тем России будет лучше. Поэтому развиваем этот хаос. Теперь касаемо еще второй маркер такой по нефти. Если нефть оценивать в золоте, мало кто так оценивает, но если вот за всю историю вообще посмотреть график, я, наверное, тебе его пришлю, ты потом оставишь просто в эфир, у нас всегда идет колебание. То есть, от 10 до 30 баррелей к золоту. И сейчас такая, как бы, мы находимся на верхней границе, то есть, там, значение 31. Это всегда говорит о том, что нефть к золоту безумно дешевая. Ну, вообще просто нереально дешевая. Понятно, что это очень большие таймфреймы, и там для спекулятивной торговли это не особо катит именно для торговли, потому что, ну, приходится, как бы, такую большую длинную позицию все время роллировать и ждать, там, возможно, месяцами именно того самого движения. Но именно если мы сравниваем все-таки золото к нефти, то получается, что нефть сейчас очень дешевая. То есть, вроде, котировки 80, а она дешевая. И медианное возвращение в 20, оно всегда на истории происходит. И вот этот вот вопрос, это либо безумно дорогое золото, и оно должно сложиться там, ну, прям серьезно сложиться, либо у нас безумно дешевая нефть, и она там должна, допустим, ну, чтобы значение 20 было, это там, не знаю, ну, процентов 50 она должна вырасти. Вот как бы так наподумать, что делать с нефтью. Я пока все-таки здесь больше оптимист. То есть я все равно вижу, что ситуация в Ближнем Востоке рано или поздно все равно взорвется. То есть либо на этом президенте, либо на следующем президенте. То есть в любом случае, перед тем, как там США будет вступать в какой-то конфликт с Китаем, ну, хаос на Ближнем Востоке это самая такая вот тема. Вопрос просто, насколько это будет хаос неконтролируемый. Поэтому по нефти я позитивно смотрю. И даже если там рецессия наступит, ну, окей, там упадем в 60. Все равно потом тот же самый хаос в Ближнем Востоке, все равно потом на север. Вот так. Поэтому для России в этом плане довольно-таки оптимистическое окно у меня. Когда у нас был пункт один по прогнозам, что сбылось, что не сбылось, там СВО, я забыл спросить, а ты как вообще эти года ты пережил? Что у тебя с портфелями? Какая доходность? У меня была, знаешь, какая история. То есть по акциям-то не больно ударило. По ощущению того, что там просто ненормальные были. Я как тебе в видео говорил, что, в принципе, моя задача разгружать портфель. Портфель, вот когда мы с тобой 3 года назад записывали, что я, по сути, там дожидаюсь последних каких-то ростов и закрываю портфель. Понятно, что там не на 100% я его закрывал, то есть какие-то остатки были, и, ну, СВО немножко начало их утаскивать, точнее, до СВО. Потом уже перед самым там СВО я уже чувствую все, какая-то ненормальность, поэтому если говорить там инвестиционный портфель, то он вообще практически не пострадал. А вот спекулятивный было жалко, то есть я какую-то маленькую часть портфеля лудоманскую держу на фьючерсах. И у меня такой был некий проект, я, в принципе, с чего начинал свой YouTube. Это то, что публично завел 1 миллион рублей и каждый день просто с утра до ночи стримил свою торговлю. И, в принципе, все желающие, там задержка была на стриме 3 секунды, могли все мои сделки повторять со мной. И там была история, что я с 1 миллиона до 2 довел за 48 торговых сессий, то есть это примерно 2 месяца, то есть где-то 50% доходности в месяц. И потом, ну так, с сообществом поговорили, я думаю, ну ладно, попробую до 10 миллионов, короче, довести. Чисто такой собственный челлендж 1000% доходности сделать. Но немножко не получилось, и не получилось именно из-за ESWO, потому что на 24, ну где-то там 22 февраля у меня там уже 6,6 было миллионов, то есть это 660% доходности за полтора года. И при том, что там 22 где-то числа, там 21, я уже все позиции просто закрываю, закрываю, закрываю и оставляю просто там вообще совсем чуть-чуть, ну вот прям вот совсем, ну то есть серия вот просчитала все там, ну что бы ни произошло, чтобы как-то было нормально. И вот эта вот история, то, что в 7 утра у нас открылась биржа, и неприятно фьючерс, короче, свозила, прям до нуля, просто весь депозит, вот это 6,6 миллионов, его просто до нуля так спустило, потому что, ну, не об кого было закрываться. Ну и честно, как бы в рамках эксперимента не хотелось ни доливать, ни денег, ничего, то есть чтобы спасать, то есть, ну, условно обнулился и обнулился. Вот такой вот был экспириенс за полтора, 660 процентов, и ровно на СВО вот это окно с 7 утра до 9 утра, он просто до нуля ровно упал, потом пришлось новый марафон начинать. Если бы, условно, в 7 утра там не было бы торговли, ну, как бы, если бы кабы, то там, когда биржа открылась, то котировки все восстановились, то есть, условно там, ну, осталось бы там 6 миллионов, то есть там потери были бы 600 тысяч, но вот именно вот утренняя вот эта торговая сессия, она обнулила депозит. Потом пришлось новый марафон делать, когда уже биржа открылась, но там из-за того, что все росло, поэтому там очень быстро получилось, там опять-таки завел опять этот миллион рублей, и до двух я его раскачал там, ну, по-моему, за месяц там что-то из серии того, но там просто куда палку не воткни, все росло, поэтому не сильно показательный пример. Поэтому СВО в принципе для моего капитала прошло незаметно, а вот этот вот челлендж, ну, мне немножко было обидно, что он обнулился. Потом уже после СВО мы там зарубили с Малышковым и с Мурадом, с москвичами, то есть сделали такой некий проект лудомания и просто завели, но я был в Москве, то есть мы завели по 100 тысяч рублей и просто агрессивно-агрессивно начали торговать, типа такой челлендж со 100 тысяч до миллиона рублей просто улыновыми сделками. Здесь было, ну, прикольно, то есть мы сколько там, месяца три, наверное, участвовали в этом всем деле. И по сути, по сути была такая история, что я, честно говоря, уже не помню, надо телеграм поднимать. В итоге я обогнал и Малышка, и Мурада по доходности вышел, и Владимир там еще участвовал, вышел на первое место. И потом мы когда списывались, сели, что ну, давайте там хотя бы эфир запишем какой-то, потому что у нас, ну, вы записываете эфиры с собой, а ну, как бы я типа не участвую в этом, то есть один раз все, мы записались, в итоге они там заняты были. Я говорю, ну, ладно, тогда мне неинтересно просто этим уже заниматься, то есть условно, и я понимаю, что я как бы вас по доходности обогнал, и все. Ну, вот, в своей телеге-то я сопровождал все эти результаты, то есть там скидывал все отчеты там и брокерские, и по доходностям, и кто на каком месте идет, ну, и так в итоге там месяца четыре вот пять мы в это поиграли, наверное, четыре, наверное, месяца, там где-то процентов 400-500, наверное, получилось сделать, и все, и просто я забил, потому что это тратит очень много времени, а, ну, как бы не было медийного сопровождения, то есть, ну, какой смысл в этом участвовать? Ну, короче, малышок виноват. А? Малышок виноват. Ну, их загрузка под конец 23-го года, да, была виновата, а в итоге его выиграл потом Мурат. То есть он просто All-In поставил на Сургут нефтегазпрефа, съел полгода, и в итоге дорос до этого миллиона. Просто вот на 100 тысяч там под максимальный кредит на плечо взял и так сидел, особо не рыпаясь. В Африке и Сургут. Понятно. Ты знаешь, я фанат золота и серебра, вот, мне не столько интересует нефть, сколько золота и серебра. Давай поговорим по этой теме. Давай, очень интересная тема. Я эту, вообще, в принципе, вот тренд по росту золота и серебра предсказан, ну, как бы начало вот этого, этой мысли, оно лежит в плоскости вот именно где-то два года назад, когда прям, ну, четко было видно, когда ушатали, сейчас даже открою график, тебе скажу, когда это случилось. То есть это был 22-й год, и там получилось такое, и лето 22-го года, и там золото и серебро очень сильно начали продавливать. И даже там несколько, больше месяца золото держалось нише 1800, то есть там уходило даже нише 1700, а серебро укатывали, секунду гляну, серебро. А серебро укатали ниже 22 долларов тоже в этот же период, и вот тогда очень сильно запасы стали худеть, то есть там запасы серебра мировые там на складах, они похудели на 40%, то есть словно месячное удержание цены ниже 22 долларов привело к тому, что просто запасы серебра мировые похудели на, ну, просто на 40%. Запасы золота не так сильно снизились там на 10%, но все же. И вот эта вот вся история стала таким бенчмарком из серии, что нужно очень внимательно сейчас следить за котировками, потому что будет образован определенный уровень, ниже которого просто цена, ну, физически не может уходить, в причине того, что просто вымываются запасы, и они не восполняются. Соответственно, там прошел где-то месяц-два, я сразу положил глаз на серебро вместо золота, в причине того, что, ну, во-первых, соотношение серебро к золоту там находилось на рекордных отметках, там в районе 90, то есть это, ну, в целом очень высокие отметки, то есть это значит, что серебро не даст много к золоту, вот. И дальше просто уже техническая была торговля, то есть был нащупан вот этот уровень, то есть словно 22 доллара, и на сколько запасы худеют, если цена опускается ниже. Поэтому уходит цена ниже 22 долларов, оп, перелимиты набираешь, выстреливает, и вот долгое время мурыжило, на самом деле, то же самое серебро, то есть она там 24, 25, 26 долларов поднималась, и опять там было слабое. И вот каждый раз 22, 24, 25, вот это вот там раз 10, наверное, вот катался, и чувствую уже все подходит, прям сейчас будет стрелять. И в начале года, когда я проводил еще там вебинар с прогнозом на 24-й год, я говорю, ну, как бы, смотрите, я предсказал энергетический кризис, предсказал продовольственный кризис, в принципе, 24-й год неплохо начинает с ресурсного кризиса. И там основная была идея, на чем можно очень серьезные деньги поднять, это инструменты SLV RUB, ну, у нас такой есть на Мосбирже инструмент, его не так давно ввели, SLV RUB TOM, вот, и, соответственно, ну, просто фьючерсы на серебро. Соответственно, был дан прогноз по этим инструментам, я тоже там скрины пришлю, могу даже с вебинара прислать, что мы так неплохое ралли сделаем. И получилось так, что на всю котлету там вот серебро держалось в районе 22 долларов и просто так вот собирал, 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 улыбную позицию просто собрал, ну, то есть условно все фьючерсы, максимальное плечо и просто сидишь. Ну, и в начале этого года там в первом, во втором квартале, соответственно, мы поехали просто в космическое ралли, но самые большие деньги были даже не на серебре, которое выросло там на 45%, то есть на секундочку, то есть за короткий период времени на 45% выросло. А фишка была именно в инструменте SLV RUB TOM, потому что оно на нашей бирже, ну, у него как бы не особый маркетмейкер есть, оно еще плюс 50% выросло. Ну, то есть я не знаю, каким образом это получилось, то есть для меня это до сих пор такая некая загадка, каким образом просто расчетный инструмент, кто в нем мог сидеть в шортах, потому что, ну, явно выносило те, кто шортил, потому что так разорвать на плюс 50% это было жестко. Ну, соответственно, в сообществе все порадовались, типа, все. И я говорю, уносите ноги, все, забираем прибыль, то есть, ну, это не нормально, это уже там просто плюс 80-90% роста получилось просто и за счет нашей биржи. Вот. Соответственно, после того, как было взято движение по серебру, мы дошли до наших целей и все, я вот больше не лезу, то есть вот все лето я, как говорится, курю бамбук ни в золото, ни в серебро. Вот как только добили вот эти вот ростовые цели и, по сути, да, вот ни в мае не лез, ни летом не лезу. Сейчас вот тайминговое окно у нас неплохо. Ну, то есть август такой нейтральный месяц, скорее всего, там фьючерсы попытаются закрыть плюс-минус на хаях, и вот временное окно для коррекции, оно откроется вот сентябрь-октябрь. И потом у нас открывается огромный большой цикл просто на рост золота, то есть это ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, то есть вот прям 7 месяцев будет рост, скорее всего. Вот. Ну, то есть я готовлюсь, то есть вот к большим трейдам я стараюсь всегда готовиться, то есть просчитываю именно временные окна и смотрю именно, как мы подбираемся вот к этому моменту. Поэтому сейчас вот до ноября, до выборов президента США я не вижу никакого апсайда там ни в золоте, ни в серебре, то есть такие колупания, то есть упало, отжалость, там упало, отжалость, ну то есть даже не хочу интродейт, в принципе, эти инструменты, ну, при условии, даже если я вижу. Поэтому, ну, какие-то и трейды спекулятивные, то есть просто пропускаю. И так оно и получается, то есть золото уже там 130 дней просто стоит без движения. Есть там ребята, которые его пытаются шортить там в разных сообществах. Я так на это смотрю, но думаю, ну, окей, шортите. Ну, то есть вот, пожалуйста. Я не вижу просто в этом никакого смысла. И август не шортовый месяц, а в сентябре, да, шорт уже может развиваться, но там делать ставку, потому что в сентябре у нас будет экспирация, и, соответственно, делать ставку в первой половине месяца или во второй половине месяца, там поедет шорт, ну, как бы бессмысленно. Лучше подождать точки на лог. То есть у меня такая вот как бы позиция, то есть дождаться все-таки коррекции. Раньше я хотел, ну, то есть изначальный план, что это где-то 2.144 я подожду в золоте. И максимальную там расчетную коррекцию, которую я в серебре просчитал, это 24.3. Ну, то есть это вот прям должны звезды сойтись, чтобы вот за вот этот период мы каким-то образом увидели эту цену. Если такое произойдет там сейчас, наверное, я бы уже следующий фьючерс попытался откупить, потому что там останется лонговый ноябрь и неплохой декабрь. Ну, то есть в этом имеет смысл, скажем так. Сейчас в драгметаллы вообще не вижу смысла лезть. Они и не падают, и не растут, просто стоят на месте. Но здесь еще вот такой вот момент, да, почему не хочется сейчас драгметаллы торговать, и вот все лето, я говорю, пропускаю все эти трейды. Просто по причине того, что сейчас золото экстремально дорогое и к газу, и к нефти. Я тебе тоже скину эти графики, ты можешь посмотреть за всю историю вообще, в принципе, торгов. То есть у нас, ну, просто экстремальная дороговизна, золото идет, ну, просто экстремальная. Ну, то есть, либо все остальное сырье недооценено в разы, либо золото просто очень сильно переоценено. Вот. Но так как большую коррекцию по золоту я не ожидаю, то есть, скорее всего, это просто другое сырье, а сейчас будет входить в неплохую фазу роста. Понятно. Ну, есть какое-то противоречие с моей точки зрения. С одной стороны, ты говоришь про активный трейдинг и про малышка, а с другой стороны, говоришь про какие-то прогнозы. Разве трейдеры работают по прогнозам? К большим трейдам я всегда готовлюсь. То есть, если я хочу взять какой-то нормальный кусок движения на фьючерсах, к примеру, то я всегда стараюсь готовиться, то есть, предсказывать, определять, какое у меня есть временное окно, чтобы, допустим, движение 10% забрать. То есть, если ты уверен в своей идее, хотя бы пятое плечо закидывай, что, в принципе, один трейд может просто годовую доходность сделать, то есть, что есть неплохо. То, что с малышком, ну, эта история была соревновательная. То есть, здесь, да, можно купить Red Bull и попить и неплохо, скажем так, провести время. То есть, там, да, чисто интродэй. То есть, на пятиминутки спустился и колбасишь. То есть, я там не переносил вообще сделки. Ну, ты понимаешь, с чем ты говоришь? В начале интервью ты говоришь про какие-то закономерности, соотношение нефть-золото и прочее. Или цикличность по месяцам, а потом переходишь на пятиминутки. Да, конечно, вопрос стиля. То есть, условно... То есть, разные портфели есть? Ты торгуешь и в такой портфель, и в такой портфель? Здесь история заключается в чем? То есть, условно, кунг-фу есть такое, есть такое. Вопрос просто, что если ты большие трейды берешь, ты немножко расслаблено. То есть, ты, условно, не так активно это все делаешь. Ты просто подготовился, подождал, взял. Если ты на интродэй сидишь, то, блин, ну, можно месяц-два-три погонять, но выгораешь очень быстро. Поэтому я практикую там в течение года, ну, наверное, месяца-два. Остальные 10 месяцев стараюсь немножко в таком, в энергосберегающем режиме все-таки жить. Потому что уходить в интродэй как робот, ведя сообщество, проводя эфиры, и, ну, то есть, там много личных сообщений. Это все сбивает концентрацию. Поэтому очень много нужно, как говорится, мужского тестостерона и концентрации. Не всегда она есть. Поэтому, ну, где-то вот два месяца в году, да, я на интродэй, на драйве, либо когда практику совместной торговли запускаю, то тоже. Но в остальное время, естественно, это такой обычный поверхностный трейдинг позиционный больше. Предложение поговорить про инверсию доходности и про, что лучше для рынка. Трамп или Камил? Камила. Камала. Камала. Камала Харрис. В общем, короче, как бы у нас уже стало, после покушения Трампа уже два дня тарили акции по Трампу, а потом сейчас получилось все в другую сторону. Как всегда, американские рынки непредсказуемы. Слушай, ну, у нас есть определенная закономерность. Я тебе тоже пришлю этот график, ты можешь на него посмотреть. У нас всегда при смене цикла президента, когда, условно, рынок понимает, что президент будет сменен, всегда, когда там очень сильно кривая падала вниз и тем более уходила в инверсию, на смене цикла происходил возврат в ту точку, откуда, соответственно, кривая начинала падать на этом президенте. Ну, то есть, к примеру, если она начиналась, вот кривая стояла в плюс 0,8%, то есть, это длинные минус короткие облигации, то есть, допустим, они ушли вниз в инверсию, и когда, ну, рынок понимает, что все, цикл президента закончен, будет сменен президент, то происходил обратно возврат к новому президенту в эти же значения, там, в плюс 0,8. И сейчас очень нетипичная ситуация происходит, то есть, до выборов совсем чуть-чуть остается, то есть, буквально, там, пару месяцев, а инверсия до сих пор стоит, ну, как бы, в минусе. То есть, она немножко подрастает, пытается к нулям, там, приблизиться, пытаются кривую, то есть, там, сейчас уже и индекс потребительских цен пошел вниз, и уже, там, рынок весь ставит, что, там, ставки будут снижать. Они в любом случае будут снижать, то есть, я этот прогноз давал, что, в принципе, там, до 3, до 3 и 2 процентов, в принципе, они могут укатать снижение ставки, то есть, даже статистику могут подделывать. Но здесь вопрос в следующем. Я что-то не вижу, чтобы на Трампа ставили, то есть, это прямая ставка, что цикл президента будет продлен, то есть, условно, был Байден, его просто продлят на Камалу, то есть, я не вижу, чтобы рынок хоть каким-то образом сейчас закладывал реально на Трампа. То есть, это, у меня такое ощущение просто складывается, что слишком мало тайминга осталось, и что какой-то прям такой сговор прям идет. То есть, и нефть, вроде, низко держит экстремально, я бы сказал бы, низко по соотношению, там, к другому сырью. И кривая никак не выправляется. Ну, очень такая... Ну, и видно, что последнюю вот неделю что-то Трамп сдает позиции. То есть, он с этим ухом, вроде, неплохой пиар получил, а потом все его выступления, ну, что-то в молоко идут. То есть, он не может найти, ни его штаб не может найти никаких аргументов. То есть, против Байдена они понимали, как бороться. А сейчас пока очень-очень жиденько, конечно, Трамп выглядит. Ну, если это Камала, ну, значит, продолжаем такую же историю по росту. Ну, то есть, у нас всегда, в принципе, рынок с демократами растет, ну, как минимум, в два раза больше, чем рынок с республиканцами. А вот на республиканцах он еще и в коррекции любит ходить. Поэтому, ну, пока, ну, наверное, позитивно смотрим на всю эту ситуацию. В любом случае, сейчас доходность позбивают. Вот сейчас 3,8 по десятилеткам в США, ну, до 3,2, наверное, попробуют дотянуть. И у них огромные рефинансы пойдут в 25-26 год. То есть, это вот прям жесткий для них года будет для западных экономик. Это вот эти вот ковидные деньги. И им нужно сбить вот эту именно доходность, чтобы сделать рефинансы. А потом все горя, ну, огнем. То есть, там уже дальше, в принципе, никому ничего будет неинтересно, я думаю. Поэтому вот дальше может уже рынки штопором пойти вниз. Но это вот ближе, наверное, ну, начало какой-то вот ближе к концу 25-го года, наверное, вот начнется. А ты сейчас на американском рынке торгуешь? Нет. После того, как у нас все ушли, появились инфраструктурные вот эти валютные риски. Я отслеживаю. У меня просто в сообществе есть много ребят, которые живут по миру. Ну, как бы я вот для них факультативно просто скидываю торговые идеи. Иногда даже помогаю с сопровождением портфелей. Но сам я не торгую. Я единственное, что рискнул. У нас были заблокированы акции же после СВО американские. И по ним, ну, по указу президента, в принципе, начисляются дивиденды. То есть, ну, вот нам выплатили в конце 23-го года такой неплохой бонус. То есть, словно оно что-то заморожено, а курс еще растет немножко, и дивиденды платят. То есть, ну, если эти указы будут продолжаться дальше, то, ну, типа, окей. Меня все устраивает. И тут у нас получилась такая история, что неплохо начали лить вне биржи. Я вот подумал, слушай, а я рискну, наверное, то есть, незначительную сумму, то есть, там, по-моему, 2,5 миллиона рублей, просто на такое казино поставлю. Я возьму, просто скуплю все компании, то есть, выбрал просто из всего списка американских компаний, выбрал компании, которые даже при Армагеддоне сохранят свой бизнес. То есть, они не имеют инфраструктурных рисков, они не имеют каких-то логистических рисков. И, там, где-то с десяток, наверное, компания выбрал и купил их с дисконтом. В начале этого года купил их с дисконтом, там, что-то минус 80%. Ну, то есть, на условии того, что вдруг когда-нибудь будет мирняк, вдруг когда-нибудь будет, там, не знаю, бартер акциями. Ну, то есть, в любой вообще картине мира, если когда-нибудь они разблокируются, либо, там, Путин будет дальше указы какие-то подписывать, то, условно, либо у меня долларовая доходность будет 25% по этим акциям. Ну, то есть, если мне дивиденды будут платить по указу Путина, как это было в прошлом году, то есть, у меня это... Вот это вообще самая идеальная модель, то есть, просто, чтобы эти компании, это все дивидендные компании, чтобы они мне платили рублями, как говорится, эти дивы. То есть, ну, с учетом просто входа моего, то это где-то примерно я просчитывал, там, 25-30% долларовой доходности. Либо, если будет хоть какой-то, там, надежда на позитив, там, через год, через два, через три, через четыре, то это, там, ну, иксы, иксы, иксы будет. Ну, вот как бы решил просто такую вот лотерейку скинуть, то есть, словно, деньги не нужны, заморозил, а вдруг повезет. Вот такая вот история. Сам не так будет сейчас. Поговорим про десятилетки в США. Там мы уже, в принципе, их так это коротко обсудили, то есть, мы так плавненько сейчас... Тогда поговорим про биткоин, если ты не хочешь ничего добавить, про биткоин. А тебя крипто-тема интересует или нет? Слушай, меня крипто-тема интересует, но у меня, в принципе, брат просто профессионально ей занимается, то есть, это он у меня гуру всей этой крипты. Он даже, там, канал уже, я его уговорил, я говорю, слушай, ну, поделись, дай мне оборигенности, но разобраться вообще, что это такое, я говорю, поведи, поделись своими мыслями. Сейчас открыл, начинает вести, там, что-то вот за лето, ну, вот он открыл недавно совсем, там, что-то 30 тысяч долларов уже заработал, там, публично он просто публикует все истории с трейдингом. И если, ну, мой прогноз, то есть, условно, скажем так, он свое видение дает мне, я смотрю, ну, типа, по графику окей, то есть, технически анализирует, то есть, ну, я эфирку жду где-то в районе 5 тысяч, то есть, вот такой вот выстрел. Сейчас очень неплохой был в прошлый понедельник сброс по эфириуму, ну, соответственно, и как раз сброс закрыл очень много долгов по низам. Сейчас нормально, можем там где-то в 5 тысяч пулять. Если побеждает Трамп, то это как бы 5 тысяч однозначно будет. Если Камалы, ну, ну, все равно порастем, наверное. То есть, снижаться эфирки я не вижу смысла. Биткоин, не могу сказать, очень сложная какая-то структура графическая, то есть, разобраться там, какие будут где котировки, потому что там куча долгов и по низам, причем прям по глубоким низам, и в рост вроде можно идти. У эфирки там, понятно, вот 5 тысяч маячат на перехае исторически, а по биткоин пока не знаю. Понятно. Спасибо большое за интересное интервью. И напоминаю, что ссылочку на ресурсы Артема есть в описании к этому видео. Ну что, по-моему, неплохо, Артем? Неплохо. В принципе, можно, наверное, мы, наверное, знаешь, какую тему с тобой? Очень-очень важную тему мы обсудили. Это газ. Натуральный газ. У нас сейчас такой как бы маленький, наверное, подсветка такой этой торговой идеи. То есть у нас сейчас натуральный газ входит в лонговый цикл, и этот цикл продлится до конца 26-го года. И этот цикл как раз-таки газ к золоту. Я тебе этот график пришлю, он четко-четко по циклам ходит. Вообще ни разу сбоев не давал. И это мягко так это мягко намекает, что вот сейчас, допустим, в Курске есть определенные события, и в Европе начал дрожать газ, хотя при том, что у них хранилища заполненные. Ну, то есть как бы вроде сейчас не нужен газ, но уже котировки реагируют. И у нас с января, я такой 90% шанс даю, что, в принципе, транзит будет остановлен в Европу. То есть это прям будет такое жесткое наказание. И натуральный газ как раз и в лонговом цикле, и вот то, что сейчас происходит, ну, такое, может быть, финальное убийство, наверное, европейской экономики будет происходить. Поэтому я бы присматривался к ценам на газ. То есть там в 3-4, в принципе, должен быть быстрый возврат. Сколько человек убили в этом, закопали. Страшная тема, говорю, газ это страшная тема. Столько людей там полегло. Да, я думаю, что газ вот за ближайшие полтора года, это, наверное, самый такой потенциально иксовый актив. Ну, если мы говорим про спекулятивные сделки в процентах, вот сейчас мы дно неплохо откупили в газе, там, проехались буквально там за буквально там сутки-двое, по-моему. Ну, вот когда вот вся история с Суджей произошла, мы 10% там в сообществе неплохо забрали на хорошем объеме. И вот сейчас потихонечку импульс подходит к концу, но мне что-то кажется, что, короче, раскачегарит. И вот, короче, зима будет жесткой. То есть я вот к этому клоню. То есть, да, хранилище полное, да, вроде газ не нужен, и котировки могут держать. Но мне кажется, что всю эту газовую историю сейчас начнут качать вот именно к этой зиме и реально остановят транзит. Вот прям вот к гадалке не ходи. И поэтому весь 25-й год мы явно будем другие котировки газа смотреть. А отсюда очень интересный вывод, какая вдруг компания может от этого в России выиграть. Вот в общем, вопрос. И у нас есть такая компания, называется Fusagra, которая, ну, конечно, выдала фантастически плохой отчет. И реально она очень дорого сейчас стоит. Ну, прям очень дорого. Но давайте вспомним хоть один момент на истории, когда Fusagra стоила дешево или справедливо. Она всегда была дорогой, ну, всегда дорогой компанией была. Поэтому вот на вот эти полтора года, мне кажется, Fusagra может неожиданно вдруг порадовать. Если котировки газа начнут очень-очень активно расти. У нас же, смотри, какая история. Вот ты три графика вот просто подряд поставь, когда я тебе скину их. Смотри, у нас рекордная дешевизна нефти к золоту и рекордная дешевизна уже на газа к нефти. Ну, то есть у нас, получается, газ, самое недооцененное сейчас сырье и к нефти, и к золоту. Ну, то есть вообще просто дешевле некуда. Поэтому это очень хорошее. У нас уже там и какао стреляло там на сотни процентов. Все стреляли. Гаст не стрелял еще. Я думаю, что полтора года как раз будет очень холодная зима. И, возможно, там Дмитрий Медведев с своими прогнозами, когда он там банговал, может быть, он как раз о 25-м году говорил. Вот такая история. Ну, и, наверное, последняя история, которую можно обратить внимание, это, возможно, да, с такими ставками тяжелое будет IPO от Сода у Ростелекома. Но, мне кажется, котировки вообще сейчас не отображают то, сколько может привлечь именно IPO от Сода. То есть там прям осенью, скорее всего, они будут на IPO выходить. То есть первичная это была там где-то конец сентября, может быть, чуть-чуть отодвинут. Ну, такая тоже перспективная идея, которая может стрельнуть. А что такое СОД? СОД – Центр обработки данных. Это, ну, одна из дочек Ростелекома. Потому что у меня тоже какая-то дочка выступала, но занималась она безопасностью такой. Ну, у Ростелекома там порядка сотни дочек. И тоже хочет выходить. Интересно. Ладно, все, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо.